Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы, господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех вас с берегов Невы и Жоры, приветствую вас всех с Санкт-Петербурга, с того места, где зачиналось, зарождалось православное обновленческое движение. 96 лет назад рождение произошло в Москве, в храме Христа Спасителя, да, мы это отмечали, роман, да, шалом, паса Сергея Вся, слава единому Богу улюбленный, аллилуйя, аллилуйя, так и есть, аминь. Вот, но здесь, на берегах Невы и Жоры зарождалось больше ста лет тому назад. В этом году, в 19-м году мы, православные реформаторы, обновленцы, отмечаем столетие союза друзей церковной реформации здесь, в Петрограде бывшем. Вот, и сегодня, дамы и господа, братья и сестры, благословляю всех вас, приветствую всех именем Господнем, приветствую, кто подключился уже, да, уже, кто подключается сейчас. Приветствую свою семью сейчас, супругу, детей, внуков, всех приветствую именем Господнем. Слава Богу за интернет, слава Богу за возможность такую, даже будучи в поездках, вот, быть на связи. Слава Богу, видеть и слышать друг друга, да, слава Господу. Да, и сегодня я хочу продолжить размышления и чтения в этой молитве, в этот утренний час, о божественной любви, о любви нашего Бога. Петь, воспевать, благодарить Бога за все хочу. Аллилуйя. Аминь. Вот, и, друзья, золотой стих Библии, который миллионы-миллионы верующих, разных конфессий, разных динаминаций признают именно таким ключевым, как бы, открывающим всю Библию, открывающим все Писание, открывающим действительно тайну Божества, тайну Бога. Является Иоанна 3,16, как мы говорим, да, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. И я думаю, что все существующие конфессии, динаминации, все ветви христианства, такого многоветвистого, такого древа христианства признают, ну, мне известные, по крайней мере, ветви все, признают именно этот стих золотым стихом Библии, главным стихом всего Священного Писания. Да, и православные, католики, протестанты, все-все-все, вот, потому что этот стих, он открывает главную тайну, да, у нас у христиан есть самая главная тайна, вот. Но она не тайна в смысле таком мирском, как бы, да, в смысле, тайна в смысле закрытой информации какая-то, нет, тайна, в христианстве тайна это совсем другое понимание. Это таинство, таинство, тайны как таинство, то есть таинственность, как бы, больше даже. Таинство это то, что таинственно открывается человеку, это то, при чем мы благоговеем и то, что мы познаем своей жизнью, что является святыней для верующего человека. Таинство, когда за внешним действием совершается божественная тайна, открывается, Бог открывается, удивительно, вот, и таинство веры, и вот в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, как раз это тайна, это таинство раскрывается, божество, таинство божества, тайна Бога. И спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже всемогущий, этим утром благодарю Тебя за великую тайну, за это таинство веры, любви, надежды. Благодарю Тебя, Господь всемогущий, и восхваляю имя Твое, Боже всемогущий, слава Тебе. Благослови братьев, сестер всех, все, кто сейчас онлайн подключился к этому прямому эфиру, кто подключается, благословить и тех, кто будет сегодня Александр, да, Саша, а, Саша сегодня ждать, да, я вот после утренней молитвы как раз тоже, да, молюсь сегодня и о поездке, ну, в смысле, вот, экскурсии там, слава Богу, конечно же, да, в 10.30 я буду там уже на месте, в тот же час, в том же время, в тот же час, слава Богу, в том же месте. Вот, и благословляю Санкт-Петербург сейчас, благословляю Петра, Творение во имя Иисуса Христа, Аллинуя. Здесь, на берегах Невы и Жоры, пусть прославляется имя Господне, Аллинуя. Да, и особенная молитва весь этот год, весь этот год, я и будучи у себя в церкви в Киеве, и где бы в этом году я не был, я всегда молюсь за Санкт-Петербург особенной молитвой, потому что этот год, я напоминаю, этот год, 19-й, является в календаре нашей церкви, отмечен как год, столетие вот этой организации, этой союза такого православного, обновленческого, реформаторского. Он так и назывался, друзья церковной реформации. Вот, но больше известен, конечно, как союз друзей церковной реформации, но вообще изначально друзья церковной реформации. И я использую сейчас в социальных сетях, как это называется, хэштег, да, вот эта решетка такая, хэштег. Так, и одной строкой написано, друзья церковной реформации. Вот если вы наберете там, допустим, на Фейсбук, да, особенно на Фейсбуке, там у меня много публикаций с этим хэштегом. Значит, решетка, и напишите, друзья церковной реформации, одним словом. То, как раз прочитайте уже, ну, там достаточно интересные публикации. Вот, и сейчас планирую как раз под этим хэштег, как раз и публикации, посвященные Боярскому самому, Александру Боярскому, ну, пионеру, первопроходцу, собственно, вот этого братства, этой организации этого братства. Слава Богу. Господь, спасибо Тебе, Боже, благодарю Тебя, Боже, за Петербург, благодарю Тебя за Петра Творения, благодарю Тебя и благоставляю Санкт-Петербург, благоставляю. Пусть это духовное пробуждение, Господь, совершается здесь, на берегах Невы. Аллилуйя, аллилуйя. И место из Писания, вот этот фрагмент из Библии, который я обозначил с самого начала, и который картинкой для этой трансляции поставил я, это Иоанна 3,16. Рассуждение о Божественной Любви. Вчера читали, что мы, да, кто подключался вчера онлайн, или потом смотрел в записи, я читал вчера 1 Коринфянам, 13 глава, гимн любви. Но, знаете ли, очень многие люди прочитывают этот гимн любви, как бы, немного под другим углом, к сожалению, немного иначе. Дело в том, что в Писании Бог есть любовь, открывается тайна, Бог есть любовь. Поэтому вот этот гимн любви следует рассматривать именно как гимн воспевания самого Господа, Бога Всемогущего. То есть это гимн восхваления Бога, Творца, восхваления нашего любящего Отца, восхваления Божественной Любви. Аллилуйя. Свет, это член, когда шалом, 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 мир всем вам, братья и сестры, шалом, аллилуйя. И то, что описано в 13 главе 1 Коринфянам, это расширено, расширено. Но вот сама суть выражена в Иоанна 3,16, где написано, я думаю, что подавляющее большинство верующих, да и все христиане, возрожденные свыше однозначно, независимо от ветви христианства, наизусть знают этот стих из Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. Вот мы рассуждаем над действительно этой великой темой Божественной Любви и молимся сегодня. Сегодня также совершаю хлебопреломление, причастие Евхаристию и рассуждаю о Божественной Любви. Для меня это воплощение вот этой Божественной Любви, великая жертва, доказанная любовь, любовь, в которой могли сомневаться люди, да и сейчас чему греха таить сомнения, червь сомнения, будем так говорить, да, в умах миллионов и миллионов людей на этой земле. Но, если до нашей эры, до Иисуса Христа, до пришествия Машиаха, да, люди, особенно вне Израиля, неевреи, допустим, имели какое-то моральное право сомневаться в Божественной Любви, то уже с момента пришествия Машиаха, с момента Рождества Христова, уже нет, уже без сомнения, Бог любит. Бог любит. Сегодня действительно эта любовь является доказанной. Бог доказал свою любовь так однажды и навсегда. На Голгофском Кресте, доказав свою любовь, Он отдал своего Сына, доказывая свою любовь, отдал самого Себя, свою кровушку за нас пролил. И это является величайшим доказательством Божественной Любви, Божественной Крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофском Кресте. Однажды и навсегда Бог приобрел искупление вечное. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю тебя за величайшие доказательства твоей любви. И, друзья, братья, сестры, действительно, уже вот, начиная с того момента, вот, два тысячелетия тому назад, событие этого на Голгофе, на Кресте, когда Арнец Божий заклан был за нас, Христос был заклан, предан за нас во искупление грехов наших, с того самого момента, уже у человеческого рода, уже нет морального права сомневаться в Божественной Любви, сомневаться в том, что Бог любит нас. Вот, и если сомнения такие и есть у человеков, да, то это от незнания, это от невежества, или же от лукавства, или же от, там, ну, от многих других причин. Знаете ли, но, когда человек познает истину, истина делает его свободным. И совершенная любовь изгоняет всякий страх, друзья. Через познание истины мы познаем действительно любовь Божью. И спасибо тебе, Господь, спасибо. Для меня познание Божественной Любви – это познание самого Бога всемогущего. Бог есть любовь. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. И не только теоретически, да, не только умственно, но и сердечно. Не только на уровне знания, но и как познание. Потому что одно дело знания, люди часто путают вот эти понятия. Есть знание, да, а есть познание. Это очень разные вещи. Вот, как бы, порой это взаимоисключающе даже. Вот, бывает такое в жизни, к сожалению. Вот, многие люди, допустим, вот, в Новом Завете это очень четко так прописано. Многие люди в то время, допустим, да, когда пришел Маширах, родился Христос, имели многие знания религиозные, да, но они не имели, многие из них не имели познания живого Бога. Не имели познания истины. Иисус говорил к уверовавшим в Него ученикам, да, иудеям, он говорил, что если познаете истину, будете моими учениками, да, по-настоящему станете моими учениками. Познайте истину и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это тоже из Евангелия Теана, знаменитый, да, 8.32, значит, где говорится, что через познание истинно приходит свобода. И многие иудеи, люди набожные, обращенные, да, верующие, но, к сожалению, к сожалению, восприняли это в штыки и стали в позу, обиделись, потому что было заявлено в Мессии следующее, что вот мы не были рабами никому никогда, как ты говоришь там, как ты говоришь там, сделайтесь свободными. То есть были знания религиозные, не было познания. Познание это уже не только, не просто теория, это теория, ставшая практикой, это твоя уже, ну, суть, сущность такая уже, глубинная твоя жизнь. Если в греческом сравнивать языке, да, как бы из таких известных слов нам всем, да, я обычно пример такой привожу, есть эврика, да, о, эврика, как бы озарение такое, надо же, ох, здорово, хорошая мысль, о, это прямо вот для меня, да, здорово, это очень хорошая вещь. Люди путают порой эврику, значит, и рему, поэтому очень часто христиане, они говорят, о, это моя рема, но это лишь эврика. Знаете ли, когда человек впечатлен, да, значит, каким-то словом, и он или восхищен, удивлен и думает, о, это для меня, это вообще, это я применю это в своей жизни, или что-то еще. Это еще, это еще, как бы, это его удивление еще, это его эврика. Но рема Божья, это, конечно, гораздо, это совсем другое вообще. Это когда слово стало твоей плотью, это слово, ставшее частью тебя самого, это уже, ну, как говорят, тебе уже хоть кол на голове чеши, от тебя уже это не отойдет, это часть тебя самого, это твоя душа, это твое мышление, это ты сам. И чаще всего рема от эврики отличается, ну, на практике, чем? Что рема – это пережитое слово или переживаемое слово, не просто умственно, да, а практически в жизни. И очень хорошая иллюстрация как раз является, вот, значит, лекция, к примеру, представьте, вот, две женщины провели лекции о воспитании детей, да, но первая женщина, она сама не рожала и еще и, но очень грамотно все провела, все правильно, места исписания там провела определенные, там, такие же, значит. И вторая женщина, тоже те же самые места исписания, такая же лекция была, допустим, может быть, даже чуть не в слово в слово, но вторая женщина уже рожала, у нее дети, и дети все уже вышли в люди, состоялись, то есть вторая женщина, она уже, вот, да, практически уже все это знает, познала. И вот, и в устав первой женщины это будет еще, ну, логос, допустим, да, в лучшем случае логос, это как мудрость, совещание, как бы, значит, да, логос могут использовать и неверующие люди. Роза, да, доброе утро, доброе утро, да, кстати, у меня две сестрички есть с таким именем, двоюродная Роза, аллилуйя, красивое имя очень такое. Вот, и приветствую всех, да, кто еще подключился сейчас, кто подключался, подключается, приветствую всех, и кто подключился сейчас, я хочу сказать, что сегодня совершаем причастие, Евхаристию тоже, вот, и сегодня размышляем о божественной любви, и молюсь сегодня о божественной любви из Казахстана. А, слава Богу, да, привет всем святым в Казахстане, привет из России, привет Санкт-Петербурга, вот, бывал я в прежние годы не раз в Казахстане, вот, в Караганде проповедовал, потом где-то еще в городах этих вот, в степи там Казахстана, и в Алма-Ате тоже проповедовал, в Алма-Ате не раз там, в церкви Агапа, Новая жизнь, там, в разные церкви я проповедовал я, слава Богу. Ну, а моя родня в основном, там, Татарстан, в Поволжье, отнесло, в Поволжье. Вот, и молюсь о том, чтобы, вот, и татарская моя родня, чтобы познала Бога всемогущего, вот, и чтобы все народы нашей земли, чтобы они прославили Господа, Иисуса Христа, пробуждение духовное. Кстати, Петербург сейчас, вот, я сейчас в Питере, очень сильно, ну, отличается от того, что я знал раньше, вот, от Ленинграда, будем договорить, да. Сейчас Петербург, это город, ну, огромный, просто он вырос, ну, не знаю, неимоверно вырос за эти годы, за последних вот этих вот 30 лет, чуть больше 30 лет, как я его знаю, вот, город вырос очень сильно, вот, и сейчас он очень ярко выраженно интернациональный город. Если раньше здесь, допустим, ну, такого не наблюдалось сильно, ну, были люди разных национальностей, но, как бы, его нельзя было назвать интернациональным городом, то сейчас он стал действительно городом интернациональным. Вот, и я молюсь, как раз, вот, хотя по улицам этого города великого, молюсь о духовном прохождении всех народов, всех племен народов. Вот, допустим, вот, на днях я общался, вот, допустим, с грузином, да, вот, притом не просто грузин, а со Сванетти, Сван, настоящий Сван, вот, это один из таких великих народов Грузии, слава Богу. Вот, и очень благоставлен я этим общением, и, знаете, разные люди разных национальностей, разных культур в этом городе проживают. Вот здесь, в прошлом приезде, я здесь общался с армянами, здесь вот, неподалеку, общался с кем еще? Таджиками. Был в собрании узбеков, таджиков, значит, «Звезда Востока», по-моему, называется, собрание такое, вот, и проповедовал Слово Божье. И, знаете, действительно, вот в эти последние времена Господь сводит вместе разные народы. И, если коммунисты в свое время апохабили таким сатанинским интернационалом идею великую, то сегодня время восстановления настоящего интернационала, Божьего интернационала. То есть, как раз то, что изначально Господь и совершал. Я татарка, пишет Роза, да, слава Богу, я тоже татарин, я тоже татарин, салям, и саммисис. Я татарин по матери своей, Ибрагимов по матери, так что, вот. Кстати, вот, молюсь за поездку, тоже о поездке молюсь ли я, дана и добра всем, аллилуйя, аллилуйя. Вот, молюсь о поездке в Поволжье, вот, хочу посетить родню и в Канаше, в Чебоксаро. Казани, вот, в других местах, даст Бог тоже, вот, как раз, ну, по Поволжью, как раз, в Татарстане, я хочу послужить тоже Словом Божьим. Вот, родной Татарстан, родная Казань, вот, и я часто в молитве обращаюсь умом, вот, часто, вот, молюсь о Казани и сердцем, вот, и благоставляю всех братьев моих, там, двоюродных, троюродных, у меня там много братьев, сестер, вот. Вот, и, конечно, и не только за, значит, конечно, Казанский Татар, вообще за всех Татар, тем более, что, вот, говорю, мой дедушка, да, вот, значит, и бабушка моя, вот, бабай мой, и обиди, приветствую именем Господа Иисуса. Аллилуйя, слава Богу, вот, в моей жизни след такой оставили, и я очень Богу благодарен за моих татарских, вот, дедушку, бабушку, значит, за родню, мою татарскую, за мою еврейскую родню, татарскую родню, за, вообще, скажу, за такой Божий интернационал во Христе Иисусе, потому что красный интернационал или какой-то еще интернационал, это все подделки, это, знаете ли, это как не настоящее, это как все подделка, вот, а есть настоящее, есть правдочное, вот, есть такая схема, я смотрел ее в книге Чарльза и Фрэнсиса Хантера «Исцеление больных», такая книжечка у меня была, и там, значит, такая схема была, либо ее вставили, либо она уже была там, не знаю, изначально, но схема такая, сравнение, а, да, она, по-моему, там была же напечатана, слушайте, схема сахара и мед, сравнение такое, две таких, ну, сладости, радости, сладости человеческого рода, да, вот этого времени, сахар и мед, и вот там, значит, там, как раз пример такой приводится, воздействие на организм пчелиного меда, да, натурального, да, значит, и воздействие на организм сахара, искусственно, то есть сладости тоже, да, радости человеческой такой, да, сладости, но созданные искусственно, то есть не настоящие, не правдочные, вот, и так интересно, почитал, аж ахнул, помню тогда, ну, надо же, думаю, вот, диаметрально противоположное действие вообще, вот, и у того, и у другого, на организм, на все, вообще, на человека, на окружающий мир, вот это, да, думаю, и я помню тогда вот просто, ну, в молитве, думаю, Господь, спасибо, то, что ты делаешь, это всегда прекрасно, это всегда, ну, на пользу, весьма хорошо, а то, что делает человек, это часто, даже подражая, казалось бы, тебе, да, это все, ну, настолько, жалко, несчастно, да, конечно, значит, да, вот то же самое с интернационалом, скажу, что это как сахар на человека действует, знаете ли, коммунистический, какой-то еще интернационал там, вот, а Божий интернационал, это как мед, настоящий, это правдочное воздействие на человека, настоящее единство верующих, настоящее единство во Христе Иисусе, настоящее единство всех народов нашей истрадавшейся планеты, оно в истине, оно в любви Бога, потому что мы как дети Бога, мы восхваляем Его, как сыновья и дочери Его, вот, и мы во Христе одна семья, слава Богу, вот, и чем больше Христа в нашей жизни, чем больше Бога в нашей жизни, Его любви божественной, тем больше вот этого единения, и во Христе Иисусе уже нет, вот, божественная любовь, в чем проявляется, друзья, в человеческом роде-то, если брать на уровне не отдельного человека, не отдельной семьи, допустим, а в целом глобально, если брать так, глобально, общепланетарно, на уровне там стран, народов, и то единство Божье, вот, действительно, вот, любовь Божья выражается в единении верующих, вот, в единении верующих разных национальностей, разных культур, разных народов, Господь любит всех, и одинаковые детали, болгарды на Него, приятно, если мы являемся Его учениками, Виталий пишет, да, аминь, 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 потому что Бог, еврей, еврейский апостол, посланный к язычникам, сказал так в Афинском Ареападе, да, Павел Шауль, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначен пределы обитания, мед натуральный, Ли пишет, да, аминь, аминь, да, так и есть, вот, и есть натуральная, есть подделка, вот, есть, как фальшивка, допустим, да, вот, похоже, да не тоже, вот, как говорится, из кожи молодого дермантина сделанная, там была реклама такая, Ольга, тоже приветствую вас всех, дорогие Божьи, аминь, алилуйя, слава Богу, вот, я помню, в Орле висела такая реклама, ну, как бюборд, там, значит, там, изделие из заменителей кожи, кожзам, как говорится, да, значит, и там было большие буквы написано, не кожа, не кожа, но очень похоже, вот так вот, так что, вот так вот, но, конечно, как бы не было очень похоже, но это не кожа, это не то же самое, что и кожа, вот, и здесь то же самое, есть много разных подделок, вот, и наш век, он вообще, век, к сожалению, век подделок, век фальши, вообще весь мир возле лежит, это было понятно еще и с самого начала, и с грехопадения, а 2000 лет назад в Слове Божьем это вообще было, ну, констатировано, будем так говорить, записано, что весь мир возле лежит, вот, но, дамы и господа, братья и сестры, сегодня зло еще злейше, будем так говорить, лукавство еще лукавнейше, вот, вот так вот, так что, сегодня даже неверующие люди, далекие от религии, признают, что мы живем в эпоху информационных войн, знаете ли, самых кровопролитных, самых ужасных таких, вот, и, конечно, верующие люди понимают, что век информационных войн начался гораздо раньше, еще 5779 с половиной лет тому назад, в саду Эдема, да, когда человеческий род в лице Евы, нашей прамамы общей, да, и в лице Адама нашего общего, прабатюшки нашего праотца, да, проиграло человечество, да, эту информационную войну, но, по милости Господней, 2000 лет назад, в этой войне наметился, скажу так, победный такой тон, вот, в лице Иисуса Христа, как нового Адама, вот, сегодня, в исполнении, опять-таки, писаний, пророческих писаний Нового Завета, нечестивый еще делает нечестие, но святой еще освещается, так что в этот век последний и зло усиливается, и тьма усиливается, но свет еще ярче, ярче и ярче. А веду я. Я сравниваю обычно это, как автолюбитель, сравниваю с тем, что вот, если вы едете на машине, допустим, да, и навстречу вам автомобили движутся с включенными фарами, и это днем, допустим, ярким солнечным днем, то это вас там не слепит, да, вот, но если это вечером уже, допустим, да, то это уже ощутимо, да, этот свет лампы этих, вот, но если это глубокой ночью, кромешной тьмой ночью, и они, эти машины, навстречу идут с включенными фарами, там, дальним светом, значит, там, то вы уж там моргаете, чтобы они там переключились на ближний свет, знаете, как это вас ослепляет, он слепит вас, вот, в чем дело, лампа та же самая, вот, но просто, когда тьма сгустилась, да, опустилась на землю, то тогда этот свет еще ярче становится, он еще ярче нами воспринимается, он ценится нами еще ярче, да, вот то же самое и из Библии, я обычно говорю, пример, вот, что написано же в послании к евреям, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, где в Библии христиане называются ортодоксальными или вселенскими или еще какими-то, я такого не находил, слушайте, если вы найдете, то напишите, но вряд ли вы найдете, я уже, ну да, почти 40 лет уже изучаю Библию, вот, такого не встречал, доброе утро, Елена, да, аллилуйя, вот, и сегодня тьма усилилась, но, друзья, дамы и господа, братья и сестры, свет еще ярче, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, тот же, вот, но сегодня Иисус Христос, он еще ярче, ярче и ярче, просто тьма усилилась, опустилась на эту землю, зло усилилось, в этой информационной войне потоки лжи больше и больше, но этот свет Христа, свет Божий, никакая тьма не погасит, аминь, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, и сегодняшним днем, сегодняшним утром благоставляю великого Бога, аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресна, во веки веков, аминь. Слава тебе, Боже наш, аллилуйя. Благодарю тебя, благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое. Благодарю тебя за эту возможность, Боже, сегодня выходить в эфир, за возможность совершать это таинство, причастие Евхаристии. Спасибо тебе, Господь. Налейте себе соку или просто воды даже. Совершенно так вот, утром, давайте, причастие, эфиристию, такое, хлебопреломление, вот, причастие тела и крови Христа. И причастие, это не просто плод и кровь, да, это сам Господь, сам Господь Иисус Христос. Это не просто хлеб, вино, нет, это сам Господь Иисус Христос. И обычно, вот, утром я принимаю причастие, каким образом? Перед рассветом тьма гуще, да, аминь, лия, да, правильно, перед рассветом тьма гуще. Вот, и слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Наименование, Виталий, беспокоится по поводу наименований. Вот, я скажу мое наименование. Дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас делал родными, он нас делал друзьями. Дал нам новое имя, нас зовут христиане. Аллилуйя. Вот, имя Христа ношу я с гордостью, имя Христа ношу я с радостью, имя Христа ношу я с великой честью. Для меня это великая честь. Имя Христа Иисуса носить по жизни. Слава Богу. Да, и вот уже более 30 лет это имя я ношу в своем сердце, в своей жизни. И благодарю Бога Всевогущего. Аминь. И давайте все, кто не держится за какие-то конфессии, динаминации, ортодоксальные или там кривославные, православные, инославные, всякие-всякие славные и бесславные. Если вы держитесь за имя Иисуса Христа, то держитесь за Господа. Я держусь не за православие, не за христианство, я держусь не за что-то еще, я держусь за Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Для Бога мы, духи, и Он дал нам власть называться Его детьми. Аминь. И дух, и душа, и тело совершенно спасены, потому что есть искупление рода человеческого. На Голгофском кресте Иисус, Он зашел на крест Голгофский. Алена, да, Алена, мир, да, любовь вам. Аллилуйя. Аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, Господь. И причастие я совершаю и бесконтактное, то есть даже не вкушая хлеба или вина, просто вот размышляя о теле и крови Христа. Аминь. Мы Христовы, Ильи пишет. Аминь. И так оно и есть. Вот. Но так как мы не только дух, не только душа, но мы еще и тело, то для удобства нашего, для нашего удобства восприятия, я все-таки рекомендую причастие. Я это и себе практикую в своей жизни. И рекомендую тоже использовать именно, вот как вот Господь сказал, хлеб, вино, но на практике сейчас обычно виноградный сок использую. Или просто воды беру. Вот. Или просто вот вода, обычно вода просто подкрашена там сиропом, допустим, использую тоже. Вот. И хлеб. Вот. Как раз с общения подарили мне такой хлебушек, печенюшки такие, хлебушки такие. Вот. И они мне напомнили просфорку просто. Так интересно. Но чуть-чуть так, отдаленно напоминающий просфорку. Вот. И принимаю причастие сегодня тоже вот такой печенюшкой просфоркой. Аллилуйя. Возьмите себе хлебушка немного. Обычно даже в дорогу беру. Вот сегодня я сейчас иду, еду в центр, то, значит, тоже водичку беру с собой, сухарики какие-нибудь там, значит, и бывает раз, принимаю причастие. Рассуждаю о теле крови Христа. Просто когда жуешь, когда принимаешь хлеб, да, значит, воду, допустим, да, размышляешь о теле крови Христа, как-то больше проникаешься. И это заметил. Потому что мы и дух, и душа, и тело. Действительно. Есть видимая наша часть, да, есть невидимая наша часть. Вот. И все это неразрывно, все это неразделенно. Знаете ли, это разделение, это, как бы, это болезнь такая психическая существует. Но у верующих должно быть все гармонично, все едино. Бог, потому что создал нас. Это, там, гностики, там, всевозможные верят, что, как бы, есть духовный мир, как бы, хороший, а это, как бы, физически, как бы, плохой мир. Мы рождены в духе и плотские одновременно борьба. Ну, это уже другая тема совсем. Вы предлагаете совсем другую тему сейчас. Вот. Я предлагаю не бороться. Я предлагаю просто сдаться Господу и все. Вот. И принять Христа всем, кто сейчас там находится в борениях. Каждый раз, когда борьба возникает такая, это симптом вот такого духовной проблемы. Вот. Упование на свои силы определенные. Нет, нет. Каждый раз, когда возникает такая мысль вообще, и, как бы, и повод к борьбе, просто сразу сдавайтесь. Поймите, что бесполезно вам бороться вообще. Вот. Просто примите Божью победу. Примите Божью любовь, Божье прощение, Божью победу. Все. Все. Уже не я живу, а живет Христос. Все. Если я живу, я проиграю. Сто процентов. И неважно, это большое или малое искушение, это сильное или слабое плоть, без разницы. Как человек я проиграю сразу. Вот. Или постепенно проигрываю. Вот. Неважно. Вот. Значит, а если живет уже Христос, тогда уже все. Тогда Он действительно, Он победитель. Потому что человеческое, ну, поэтому это немного другая тема. Но хотя, кстати, рассуждая о теле и крови Христа, принимая причастие, мы должны понимать, я взял хлеб, ломаю, вот, и я когда кушаю, да, я размышляю о чем? Что я, Он мой хлеб, и я его теперь хлеб. Он моя жизнь, и я его жизнь. Да, я преломляю и преломляю. Я кушаю его сейчас, рассуждаю, и я знаю, что я плоть от плоти его, кость от кости его, уже не я живу. Живет во мне Христос. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Аминь. Спасибо. Не я живу, ты живешь уже. Тело Христа. Это я. Тело Христа. Это я. Тело Христа. Тело, плоть Христа. Это я. И кровь Христа. Это я. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Тело Христово примите, братья, сёстры. Источника бессмертного вкусите. Спасибо тебе. Тело Христа. Тело Христа. Это я. Уже не я живу. Ты живешь. Я живу тобою. Ты живешь мною. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Кровь Христа Иисуса в моих жилах. Мы с тобой одной крови. Мы с тобой кровные братья. Иисус Христос. Ты мой брат. Ты мой друг. Ты мой спаситель. Ты мой Господь. Ты мой царь. Ты мой владыка. Ни в коем другом для меня нет спасения. Только ты. Ты, ты, только ты. Кровь твоя. Тело твое. Это я. Спасибо. Спасибо. Аминь. Спасибо. За жизнь мира ты отдал свою жизнь. И я благодарю тебя. Искупитель мой. Живой. Спасибо. Ты живешь во мне. А я в тебе. Я и Отец одно. Аминь. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо, драгоценный мой. Спасибо. Спасибо, возлюбленный. Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную. Благодарю тебя за то, что ты живешь во мне. А я в тебе. За то, что благодатью я спасен. И сие не от меня. Это твой божественный дар. Чтобы я не гордился. Чтобы никто не гордился. Ты дал нам этот дар свой. Во Христе Иисусе благодарю тебя. Благодарю тебя за причащение святых твоих таинств. Тело крови твоих. Вся моя жизнь, как верующего человека, это есть хлебопреломление, причастие. А в его теле уже нет болезней, боли. Значит, теперь и у нас. Да, аминь, аминь, аминь. Мы принимаем, как мы принимаем? Верую. Да, я одной плотью с ним. Поэтому и мертвых воскрешаю, больных исцеляю. Поэтому благоставляю людей. Поэтому являю Божье милосердие, Божью любовь окружающему миру. Вот, потому что Христос во мне, а я в нем. Вот, и чем больше погружаюсь в Него, и больше пропитываюсь им, тем больше божественной суть является во мне и в тебе, в каждом верующем. Бог хочет, чтобы мы погрузились в Него и пропитались им. И в этом совершенное спасение наше. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже Всебогущий. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое, Искупитель живой, Бог наш. Аллилуйя. Ибо так возлюбил Бог мию, что отдал Сына Своего за нас на Голговский крест, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо тебе, Господь, я имею жизнь вечную через веру в Сына Твоего, Господа моего, Спасителя моего, Иисуса Христа. Моего Целителя, Освободителя, моего брата и друга, моего Спасителя. Совершенного Спасителя. Аллилуйя. Слава тебе. Слава тебе, Господь. Благословен ты, Бог наш. Благословен Господь. Аллилуйя. Братья, сестры, дорогие друзья, совершайте причастие Евхаристию, хлебопреломления. У себя в церкви я, по крайней мере, говорю как раз о том, что ежедневно, да и не раз в день, знаете ли, размышляйте. Даже если вы едете в метро, в автобусы, где еще, аминь, аминь, да, аминь, здесь целое послание дальше уже написано, сейчас не смогу прочесть. Но, знаете, действительно, Бог ведет нас. И причащайтесь всегда и везде. И ночью, и днем, и утром, и вечером. Когда есть возможность, контактно причащайтесь. То есть, вкушая хлеб, да, значит, и вот я обычно сок использую, или же вот просто вот подкрашу воду, или просто воду, обычную воду. Вот, и, но когда всегда, бесконтактно, непрестанно причащайтесь. То есть, причастие совершается здесь и здесь. Бесконтактное причастие даже. Это наше рассуждение, наше размышление о теле и крови Христа. Наше рассуждение, это есть наше причастие, Евхаристия Христа. Евхаристия, причастие, благодарение, восхваление Бога. Когда я восхваляю Бога, когда я размышляю о божественной любви, размышляю, как же множество христиан находится в больницах, да и вы сами не так давно были в болезни. Да я и сейчас еще шмыгаю, кашляю, вот еще и болезнь во мне еще такая есть. То же самое, я об этом рассказывал уже много раз уже, и в утренних эфирах тоже, и в специальных учениях таких об этом. Погружаюсь, и я погружаюсь в Господа моего, и мое исцеление, спасение именно в этом. Каково, представляете, допустим, порой я не могу самого себя простить тоже. Порой уже то, что уже сколько лет прошло, допустим, какие-то ошибки в жизни совершил, и до сих пор, бывает, себя поймали на том, что я не могу себя простить. Опять, опять, вот, ну, и просто убиваю себя этим самым. Знаете ли, но и снова, и снова я преломляю хлеб и говорю, я прощен кровью Иисуса Христа. Это, это, думаете, это простой путь? Тогда вы ошибаетесь весьма, друзья. Вот, поэтому погружайтесь в Господа. Поэтому путь любви, путь тернистый, знаете ли, но это единственный путь жизни. О смерти Христа возвещаем, аминь, аминь. Смерть Христа возвещаем. И я поэтому каждый день проповедую Евангелие самому себе. Каждый день. Уже почти 40 лет я каждый день проповедую себе Евангелие. Уже больше 30 лет несу служение православного церковнослужителя, священнослужителя. Но до того, как я стал церковнослужителем православным, христианским, я пережил обращение к Богу, пережил возрождение духовное. Слово Божье, Библия стала моей книгой, открывшей мне любовь моего небесного Отца. Спасибо тебе, Господь. И вот уже почти 40 лет я в вере, надежде и любви и проповедую себе и другим людям, конечно, но в первую очередь себе проповедую Евангелие, Слово Божье. И сегодня, спустя почти 40 лет своего пребывания в Боге, я все больше и больше убеждаюсь, честно говоря, все больше и больше убеждаюсь в том, что проповедовать надо в первую очередь самому себе. В первую очередь самому себе. Если раньше я этого не так сильно понимал, хотя это тоже, ну, безусловно, и сам, чтобы не остаться без плода, и себе говорил, то сегодня, вот став уже немного старше, я понимаю прекрасно, что, еще больше понимаю, что в первую очередь самому себе, даже вот я сейчас вам говорю, допустим, вот в прямом эфире сейчас, вот, но в первую очередь я это говорю самому себе. «Сережа, погружайся в Бога, Сережа, погружайся в Отца, Сына, Святаго Духа, погружайся». Иисус говорил, уходя, Он сказал прекраснейшие слова. Напоследок Он оставил самое смокату, самое прекрасное, самое вкусное. Оставил напоследок десерта таким, Он выдал такие слова. Во время своей земной жизни Иисус говорил прекраснейшие слова, но напоследок Он сказал то, что... Во-первых, он признался в таких вещах, он сказал такие вещи, которые в земной своей жизни, до ухода своего, он не говорил ученикам. Да и не время было, да и еще время было борьбы определенной. А перед уходом он все карты раскрыл, он сказал такое, он сказал, что ему дана вся власть. Иисус так и сказал, дана мне вся власть на небе и на земле, говорит вообще. И он сказал нам проповедовать Слово Божье, делать учениками все народы. И он сказал так, что кто уверует в меня и погрузится в меня, пропитавится мною, тот будет спасен. В синодальном переводе там говорится, кто будет веровать и крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Но вот крещение, да, баптизу в то время, во времена написания Нового Завета, баптизу означало не просто погружение в смысле окунания, да, а погружение в смысле там пребывания и остаться там, и пребывать там, и пропитаться всем, во что тебя погрузили. Вот, и чаще всего использовалось для писания соленья огурцов. Я это рассказывал много раз уже на утренних эфирах, прежних эфирах, еще в Киеве. Вот, поэтому можете даже набрать вот Киевская архипископия, как-то утренние молитвы в Киевской архипископии, Сергий Журавлев. Можете набрать, посмотрите, как раз там примеров, там много очень примеров я приводил с банками огурцов даже. Кстати, надо записать, наверное, здесь в Питере, отдельное видео просто надо записать. Я, к сожалению, мало видео систематизировал, но скажу тем, кто, может, не слышал еще этих видео, скажу, здесь нет примеров, к сожалению, огурчиков. Вот, есть варенье у меня, кстати, варенье есть, но тоже, в принципе, пример неплохой, может быть даже, ну ладно. Короче, представляете себе банк огурцов, просто я художник по своей специальности, до церковной специальности, мне проще именно, знаете ли, вот образ какой-то имеется. Я не могу без образа, как художник я воспринимаю все вот этими образами. И вот, значит, но если у вас возможность есть без образа это все понять лучше, то вы поймете даже еще лучше, даже без образа даже. Но мне нужен образ всегда. И вот, значит, и банку с огурцами я брал, значит, и вот огурцы, они попали в эту банку, да, в рассол, и они не сразу же стали солеными такими, да, они прошли просолку определенное время, надо выдержать их, чтобы они, чтобы соль была не просто на шкурке, не просто малосол, а чтобы они пропитались, и соль была внутри них. И Библия говорит нам Нового Завета, чтобы имейте соль в себе, не просто на себе, не просто на шкурке, а в себе имейте соль эту. Ну вот, это очень важно. Вот малосол, греки, баптизо не называли, баптизо, малосол не называли. Баптизо называли только лишь те огурцы, которые прошли полностью просолку, которые имели соль не просто на шкурке, а имели соль в себе, внутри себя. Поэтому баптизо это соленый уже, проперченный там, прочесноченный огурец, короче, который весь дух этого рассола уже в нем. И вот уверование наше, да, и наша просолка, это процесс, это путь, и это неплохо, это хорошо, это наоборот хорошо, слава Богу. Поэтому даже то, что я болею, допустим, да, или не могу себя простить, значит, грехах своих, не могу многие вещи сделать, это неплохо, это хорошо, это идет процесс просолки. Потому что я прохожу этот процесс, и Богу нравится, наверняка нравится ему этот процесс, потому что я переступаю через свои непрощения, переступаю через свои болезни, и будущее, допустим, без копейки бывает, но я говорю, я обогащен кровью Иисуса Христа. Он обнищал, чтобы я обогатился, он мой обеспечитель, он Эль-Шадай. Я болен, я кашляю и боли в теле, но я говорю, я исцелен. В этом подвиг веры, в этом наша просолка, в этом подвиг веры, подвиг христианина. Вот, даже если я в болезни прикован к постели, и уже одной ногой в могиле стою, я все равно говорю, я исцелен кровью Иисуса Христа, я прощен. Если нет прощения к себе, то как простит Господь? Бог простил, в общем дело, не-не-не, Бог-то простил, но процесс принятия прощения, вот это и есть просолка. Тоже сам Бог исцелил, но принятие исцеления, это вот как раз и наша просолка. Блаженно те, что очень быстро просаливаются. Я по-хорошему завидую таким огурцам, товарищам христианам, которые окунаются так быстро. Притом, очень часто это люди, которые были очень далеки от христианства, не имели никакого религиозного образования, не имели никакого религиозного представления. Бывшие наркоманы, проститутки, сутенеры, уголовники, пьяницы подзаборные, но когда обращаются, принимают божественную любовь, они так ныряют в эту благодать. Я удивляюсь, буквально 2-3 дня, месяц, другой, третий, они исцеляют больных, благовествуют, светятся этой божественной любовью, Христос так глубоко в них проник, в саму суть. Вот это да, думаю. Поэтому я порой по-хорошему завидую тем, кто много нагрешил, потом окунулся в Бога, в Его любовь. Удивительно. Кстати, во времена Иисуса Христа то же самое. Вокруг Иисуса чаще всего были люди нерелигиозные, проститутки, воры и прочее. Поэтому это здесь совершается и здесь совершается. Я окунаюсь в божественную любовь. Я знаю, я прощен, я исцелен, я благословлен всеми благословениями небес. Потому что кровь Христа Иисуса, сегодня принимаемая мною, да, я размышляю об этом, это мое. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо за подвиг веры, спасибо за кровь Христа Иисуса, которой искуплен я от суетной жизни, преданной нам от отцов. Благодарю тебя, Господь, за великое искупление рода Люцкагу. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя. Благодатью мы спасены, и сеяние от нас, это Божий дар. Весь человеческий род спасен. Даже если вы атеист, и вы смотрите сейчас этот эфир, знайте, Бог и вас простил уже. Еще 2000 лет назад на Голговском кресте. Просто примите это прощение. Примите это спасение. Примите это исцеление. Примите это благословение. Если вы больны, примите сейчас исцеление. Если вы не можете простить себя сейчас, занимайтесь самоедством таким, примите прощение. И этот, не знаю, если бы не это, хоп, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Благоставляю вас, все братики и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки, нашего любимого Бога и Его, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, Аллилуйя. Во имя Господа Иисуса Христа в Духе Святом Его благоставляю вас всех, возлюбленные. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга, с берегов Невы и Жоры благословляю вас, место, которое можно назвать колыбелью православного обновленческого движения. Сто лет назад здесь зарождалось все, зачиналось все. Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, мир, всем вам благодать, молитесь о нашем братстве православных реформаторов, обновленцев, евангелистов. И в августе месяце, если будете в Киеве 18 августа, 19 августа, добро пожаловать на собор. 18 августа, воскресенье будет. Жду всех на собор. Всего года, 2019 года, каждый год, вот эту пятилетку, мы проводим такую подготовку к столетию православного обновленческого движения, потому что до Юры рождение произошло в 23-м году. И каждый год проводим такие соборы. В этом году на праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 18-го мы проведем собор, 18 августа, вот. Ну и 19-го сделаем тоже такое рабочее заседание, такое тоже на праздник. Пусть Бог благословит вас, все, дорогие друзья. Мир всем вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.